Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. Я использую авторский метод работы с детскими травмами и другими бессознательными ограничениями, что позволяет достаточно быстро и эффективно создавать значимые изменения в чувствах и поведении моих клиентов. По окончанию этого видео вы будете знать, какие психологические факторы приводят к появлению сексуальных дисфункций, узнаете, является ли ваш симптом психосоматическим, если вас беспокоят подобного рода симптомы, вы узнаете, какие чувства часто связаны с сексуальными дисфункциями и какие бессознательные причины приводят к появлению сексуальных дисфункций, таких как преждевременная эвакуляция, энергазмия, фригидность и другие сексуальные дисфункции. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Итак, давайте поговорим про сексуальные дисфункции, их психосоматику, причины их появления и механизмы лечения. Как будет устроено это видео, мы будем рассматривать основные принципы работы с психосоматикой на примере сексуальных дисфункций, таких как преждевременная эвакуляция, фригидность, энергазмия, импотенция психологическая и другие виды сексуальных расстройств, которые связаны с психологическими причинами. У меня на канале есть основное видео, которое посвящено психосоматике в целом. Если вам будет что-то непонятно, в описании вы найдете на него ссылку. видео. Вот это, скажем так, основное видео по психосоматике и видео по конкретным симптомам, они дополняют это основное видео. Если что-то будет неясно, вы можете посмотреть основное видео. Когда ко мне приходят клиенты с темой психосоматики, первое, что я обычно делаю, это по ряду определенных признаков, помогаю клиентам разобраться, это все-таки симптом психосоматический или это симптом органический или смешанный. Существует три вида симптомов. Первый – это психогенные симптомы, причины которых являются исключительно психологические причины. Второй вид – это смешанные симптомы, у которых, скажем так, есть и психологические, и органические причины, и есть симптомы в чистом виде органические, такие как заболевания, вызванные какими-то инфекциями, вирусами, переломы конечностей. Все это органические симптомы, либо связанные с каким-то, скажем так, механическим нарушением тела, либо с инфекцией, и работа с психосоматикой может, скажем так, высвободить дополнительные ресурсы психики, но в целом напрямую на такие симптомы влиять не может. И поскольку сексуальные дисфункции часто бывают связаны с инфекционными заболеваниями, да, в первую очередь при работе с этим видом симптомов необходимо исключить органическую составляющую, такую как половые инфекции, простатит и другие причины. Вот, поэтому если вы хотите работать с этой темой с психологом, да, то для начала необходимо сходить к врачу, проконсультироваться, да, и сдать анализы, исключить медицинский фактор. Вот, затем уже приходить на проработку. Вот, на какие причины мы обычно смотрим, на какие признаки мы обычно смотрим, когда пытаемся определить, является ли симптом психогенным или в чистом виде органическим. Да, первое, самое главное, это связь симптомы с какими-то чувствами, да, если вы замечаете, что ваша симптоматика, да, связана с какими-то эмоциями или чувствами, то, скорее всего, она имеет психосоматическую природу. Любая психосоматика имеет в качестве причины некое чувство, которое появилось когда-то в прошлом, и сейчас капсулированное и вытесняемое в теле, да, вызывает нарушение его жизнедеятельности. Вот, понятно, что там различные виды сексуальной дисфункции, там, импотенции, анаргазмия, преждевременная эвакуация часто связана там со страхами, с тревожным ожиданием неудачи и другими дискомфортными чувствами, которые возникают в близости с партнером. Вот, соответственно, такие вещи как раз-таки хорошо поддаются лечению психосоматическими инструментами, про которые я рассказываю, да, поиск бессознательных причин появления этих чувств, проработка, и после этого чувства уходят, следовательно, и симптоматика тоже проходит, излечивается, исцеляется. Вот, также важно смотреть на влияние стресса на симптоматику. Если вы замечаете, что ваш симптом становится сильнее или интенсивнее при наличии стресса или каких-то эмоциональных переживаний, то это также указывает на то, что он может быть психосоматическим. Вот, если, напротив, существуют ситуации, в которых симптомы исчезают полностью, например, вы едете на отдых, там, или пьете алкоголь, или иным образом, да, попадаете в какой-то контекст, где симптоматика полностью исчезает, да, это также говорит о том, что, возможно, да, как бы, причина вашего симптома является психологической. Вот, следующий шаг при проработке психосоматики, да, это определение тех чувств, которыми она связана, да, иногда это сделать достаточно просто, когда человек осознает, что там у него есть страх или тревога вторичная, да, то есть он слишком сильно, слишком много значения придает, там, сексуальному контакту или близости с партнером, вот. Бывает, что какая-то симптоматика, наоборот, да, как бы, с трудом связывается с какими-то чувствами, да, и само чувство мы можем найти только уже в процессе консультации, да, работая с этой темой, какими-то инструментами работы с бессознательным. Вот, из моей практики, да, какие чувства чаще всего связаны с сексуальными расстройствами, это информация не из каких-то книг, да, это те, скажем так, случаи, которые я встречаю в своей работе, и поскольку с этой темой люди приходят достаточно часто, да, я могу видеть какие-то повторяющиеся паттерны, да, как те или иные чувства влияют на развитие этой симптоматики. Да, ну, чаще всего, конечно же, сексуальные дисфункции связаны с бессознательным страхом, да, может быть, это осознаваемый страх, иногда это страх неосознаваемый, это может быть страх близости с партнером, это может быть страх привязанности в целом, это может быть страх телесного контакта, прикосновений, это может быть страх неудачи или успеха, да, то есть различные формы страха вторичного, который когда-то в прошлом появился, связан с какими-то бессознательными причинами, да, и сейчас снижает качество жизни человека. Вот, бывает так, что сексуальные дисфункции связаны с виной, да, когда человек себя бессознательно наказывает, например, своей симптоматикой, у меня были такие случаи, да, как, ну, достаточно распространенный пример, когда, например, за измены или какое-то распущенное поведение, человек бессознательно начинает себя наказывать, да, сексуальными проблемами, да, будь это импотенция, да, неспособность достичь оргазма, преждевременная экуляция, в принципе, все эти случаи также я встречал, да, и они были связаны с виной. Вот, тесно связанное чувство, да, это обиды и гнев на предыдущих партнеров, например, на женщин или мужчин в целом, вот, тоже часто является или также переняты, да, от кого-то из родителей или из семейной системы гнев и обида, а также могут влиять на сексуальную функцию. Вот, ну и грусть и разочарование также встречаются реже, да, но зачастую попадаются. Соответственно, любое чувство уходит корнями в какие-то ситуации, да, в вашей жизни, может быть, в вашем детстве, когда они возникли в первый раз, все чувства хорошие, бессознательно пытаются с помощью чувств реализовывать некие потребности, да, наши для выживания, для размножения, вот, соответственно, нету плохих чувств, все чувства имеют под собой некую защитную функцию, вот, функцию восстановления справедливости, в общем, функцию удовлетворения какой-то потребности. Здесь на экране изображено дерево и, в принципе, да, вот наша психосоматика похожа на это дерево, да, то есть, когда человек приходит с некой проблемой, это крона дерева, да, например, человека беспокоит, там, не знаю, анаргазме, да, неспособность достичь оргазма, вот, и это крона дерева, это те проблемы, которые проросли, да, есть некое чувство, которое связано с симптоматикой, да, например, чувство страха, вот, и это ствол дерева и его ветви, вот, ну, и, соответственно, это чувство уходит корнями в какие-то бессознательные причины, да, из-за которых оно возникает, вот, существует несколько видов бессознательных причин, полный список вы найдете в основном видео, да, именно в теме сексуальных расстройств, да, какие чаще всего причины встречаются в возникновении того же страха, той же вины, той же обиды, грусти или разочарования, да, самая распространенная, это, конечно же, травма, да, как травма хроническая, так и травма разовая, допустим, некая сексуальная неудача в прошлом с каким-то из партнеров, да, или некая хроническая травма, ну, там, не знаю, насилие или сексуальное домогательство в детстве для девочек, да, которое приводит к возникновению страха близости, да, сексуальной близости, и из-за этого вызывает, например, ригидность или анаргазм, и вторичная выгода, это когда симптоматика выгодна человеку, да, позволяет ему не брать за что-то ответственность, чего-то не получать, и вот анекдотические ситуации, да, когда у меня болит голова, да, милый, не сегодня, это пример вторичной выгоды, да, в какой-то момент голова может начинать болеть по-настоящему, вот, и быть связана, опять же, с потребностью в защите от близости с партнером, вот, и вторичная выгода также часто является причиной возникновения симптоматики, ну, особенно в сексуальной сфере. Наказание себя, про это я уже сказал, да, когда симптом становится неким инструментом, да, наказание самого себя за какие-то поступки, которые не были адекватно прожиты, интегрированы в прошлом, да, такие как измена, такие как какое-то распущенное поведение, вот, очень часто бессознательно мы начинаем себя наказывать, если у нас есть какие-то стандарты в голове, да, или ожидания, которые мы не выполнили, не смогли им соответствовать. Идентификация и лояльность, да, это связано уже с семейной системой, когда мы повторяем некий родительский сценарий или родовой сценарий, попадая на какие-то роли, которые у нас в семье отыгрывались и, соответственно, участвуем в некой бессознательной динамике, вот, и это тоже частая причина возникновения сексуальных расстройств, да, когда в семье, например, или в системе была сексуальная травма, там, связанная с насилием или какой-то сильной травмой, связанной с сексом, да, и, соответственно, эти чувства остаются в памяти системы, да, там, вытесняются в бессознательное коллективное, вот, и потом человек может их бессознательно перенимать, просто находясь в поле своей семьи, вот, ну, соответственно, если говорить про лояльность, то это соответствие каким-то правилам в семейной системе, да, например, если в семье не принято говорить о сексе, не принято сексом заниматься, как будто секса нет, то есть есть какие-то табу или правила, связанные с сексуальностью, вот, то лояльность этим правилам, да, может вызывать внутренние конфликты, да, то есть человек хочет, с одной стороны, жить сексуальной жизнью свободной, да, с другой стороны, хочет оставаться, сохранять принадлежность к своей семейной системе, да, из-за этого у него возникает внутренний конфликт, который приводит к сексуальной дисфункции, например. Вот, ну, это самые часто встречающиеся причины, да, сексуальных расстройств из моей практики, опять же. Вот, пару кейсов, да, для того, чтобы продемонстрировать то, про что я говорю, соответственно, пример наказания, кейс был недавно, кейс архетипический, да, сексуальные дисфункции часто связаны с виной, как я уже сказал, я это видел неоднократно в своих работах. Вот, ну, пришел клиент, да, у него проблемы с эрекцией, да, как бы с сексуальной функцией, запрос был разобраться с причинами и устранить их, потому что, как бы, на медицинских обследованиях, да, очевидных причин никаких нет. Вот, когда мы исследовали эту проблему, да, ее бэкграунд, клиент сказал, что она возникла после того, как, как бы, начались проблемы с супругой, да, после измены. Вот, причем супруга о измене так и не узнала, да, как бы, то есть мужчина остался безнаказанным, да, но есть чувство вины, связанное с этим, да, и это чувство вины было вытеснено в тело. Вот, ну и, соответственно, симптоматика стала такой некой формой наказания, да, самого себя и избегания, способом избегания близости с женой, да, перед которой это чувство проявилось. Вот, соответственно, как мы эту ситуацию решали, да, мы работали с вытесненной виной, прорабатывали детскую травму, которая обусловила появление, да, этой гипертрофированной вины, вот, ну и, соответственно, с прощением себя. Вот, после этого, ну, в течение трех сеансов мы работали, после этого проблема у человека полностью ушла, сексуальные отношения с женой наладились. Вот, другой, кейс, также связанный с мужской сексуальностью, пришел клиент с темой преждевременной эвакуляции, вот, тоже часто встречающаяся проблема и тоже часто причины возникновения этой проблемы похожи, да, страх близости, страх прикосновений, бессознательная вина, общий невроз, да, вот, соответственно, когда мы стали разбираться, да, с причинами возникновения этой проблемы, да, когда мы стали ее исследовать, ее бэкграунд, клиент рассказал, что в детстве у него были тяжелые отношения с матерью, да, семья была не очень дисфункциональна, отец в воспитании не участвовал, мать часто срывала свою злость на ребенке, да, из-за того, что не могла напрямую воздействовать на отца, вот, соответственно, она поднимала на ребенка руку, вот, и началось это в самом раннем возрасте, да, то есть ребенок был еще очень маленький. Вот, соответственно, ну, когда такое бывает, возникает закономерно травма привязанности, да, потому что привязанность к родителю не является безопасной, да, возникает страх близости, страх телесного контакта с противоположным полом, вот, ну, и, соответственно, причина, когда мы стали работать с этой темой в расстановке, причина действительно была связана с детской хронической травмой, да, и со страхом близости. Вот, как решали, мы прорабатывали хроническую травму, да, интеграция травмированных частей, вот, заняло у нас это пять сеансов, да, мы несколько раз работали с темой мамы, с темой страха близости, вот, ну, и в результате удалось проработать этот клубок, вот, вот, и, во-первых, у человека ушел страх близкого контакта, страх прикосновений, да, ну, и, конечно же, сексуальная функция, да, улучшилась, дисфункция, вот, которого беспокоила, преждевременная эвакуляция прошла. Вот, соответственно, чтобы подвести итог, да, тому, о чем я рассказываю, какие особенности работы с сексуальными дисфункциями существуют, да, какие, я заметил. Когда мы работаем с темой сексуальных дисфункций, когда мы находим причины и прорабатываем их, после этого, да, проблемы уходят либо сразу, в большинстве случаев, да, то есть человек сразу замечает изменения, вот, либо постепенно, да, то есть вырабатываются новые реакции со временем, вот, новые модели поведения, вот, и дисфункция перестает беспокоить, да, например, был кейс, да, с... Когда женщина жаловалась на анаргазмию, да, сразу после консультации, да, как бы она, там, в этот же или на следующий день впервые в жизни вообще почувствовала сексуальное возбуждение, да, ну, достаточно полноценно, да, как бы, вот, и это пример того, как мгновенно, да, это может происходить быстро, вот. Вот, были другие ситуации, да, там, опять же, если женскую сексуальность брать, вот, с пригибностью, да, несколько раз было, когда мы работали, да, и постепенно, пока человек учился больше доверять своему партнеру, больше ему открываться после проработки, там, детских травм, вот, вот, постепенно и возвращалась чувствительность сексуальная. Вот, поэтому, когда вы приходите работать с этой темой, да, ну, это просто важно иметь в виду, да, что результат может быть мгновенно или иметь отложенный эффект. Вот. Вот, этот вид психосоматики в основном имеет психогенную природу, то есть хорошо поддается лечению, ну, если это не органический симптом, да, большинство сексуальных проблем действительно из головы, вот, особенно если это молодой возраст, если это, как бы, человек физически здоров, да, не имеет каких-то явных патологий. Вот, когда мы работаем с этой темой, хорошей поддержкой также являются различные формы расслабления, медитация, холистическая медицина, да, для того, чтобы убедиться, что с телом все в порядке, да, как бы, и оно свои функции может реализовывать нормально. Вот. Поскольку тема достаточно щекотливая, да, здесь самым сложным всегда является выйти из изоляции, да, и к кому-то обратиться с этой проблемой для того, чтобы ее решить. Вот. Тема решаемая. Действительно, большинство сексуальных проблем можно решить достаточно быстро теми инструментами, да, вот, которыми я работаю. Поэтому, как бы, не бойтесь, все решаемо, и это не приговор. Вот. Ну, соответственно, как бы, задайте себе вопрос, хотите ли вы с этим разобраться, потому что эта тема вызывает, как правило, очень много страданий, вот, и вы можете сейчас, да, задуматься о том, хотите ли вы жить с этим дальше, да, там, какой-то проблемой будет через год, через два, через три, вот, или хотите с этим разобраться как можно скорее, да, и жить полноценно счастливой жизнью. На этом это видео подошло к концу. Спасибо вам за просмотр. Пишите свои мысли и комментарии под этим видео, задавайте вопросы, на все их я буду отвечать. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе последних событий. Вот. Если вас интересует работа со мной, да, вы хотите поработать со мной лично, в терапии или в группе, да, в системных расстановках, пишите мне в социальных сетях, пишите мне в личных сообщениях, оставляйте заявки на сайте. Вот. Желаю вам всего доброго. С вами был Евгений Базаров. Всехливо. Под этим видео вы найдете все ссылки и необходимую информацию. Субтитры сделал DimaTorzok